Доброго времени суток В стриме Дотвору Хаб 2 идет Вторая карта Альянс Против МВП Феникс Там очень интересно все Там все еще продолжается вторая карта Так что можете смотреть Трансляцию Ибо там есть на что посмотреть Там у нас Оракл Оракл, вот так И там Альянс выигрывается Пока, пока Они 1-0 в серии также ведут Кстати, в втором Туре Будут играть у нас Альянсы против Digital House А Liquid будут играть против МВП Феникс и я буду комментировать Альянс Digital House, вот так Вот так А потом будет Альянс А потом будет Сдэк против TNC А потом будет Сдэк IG А потом будет Сдэк экзекрэйшен Красавчега Да, да Как покушал? Да нормально, я покушал На самом деле уже давно съел Сижу, смотрю На Альянсов, на Оракла Как тебе этот герой вообще? Ну Честно, я не играл Вот его по нерфили Типа Даже я Точнее, даже не могу сказать По нерфили ли его То есть его просто поменяли С момента последней моей игры Но Из того, что вижу Те функции, которые он выполнял Он все так же выполняет А там эти функции Можно обузить капец Ну, в основном Это типа герой Любого неизвива Фактически сделать И это трешова На самом деле Довольно-таки Но Я могу сказать Что корейцы все равно молодцы Они первую игру Ну Неплохо месили Альянсов Но Альянсы их там дожали И вторую игру В принципе Они тоже Хорошо так месят Но Потом зашли на гору Пофидели И Альянсы тут уже Скорее всего не проиграют Хотя Кто знает Ну да Антимаг против Фантомки Там все может быть Разгоняется Там кстати Адмирал Бульдог Там его любимый Аганимчик уже есть Ну, собственно Опять-таки Есть Эмбер У МВП Может быть Все что угодно Потому что Если есть в пике Эмбер То действительно Может быть Все что угодно Тускар Инвокер От Тим Ликвид На этот раз Мы увидим Инвокер от Ликвид Опять-таки Тусик для Джаракса Вингас Лордар От Диджитал Хаус Но опять-таки Вот эти две команды Так же как и большинство В принципе Команд Да Они мы понимаем Обе только после саммита То есть Так же вот Да, как ВП Которые домой Только добрались Вчера сыграли вечером Так же эти команды Они только добрались Поэтому Я не знаю Стоит ли от них ожидать Каких-то там Мэр Спиритов Оракла Еще там чего Хотя ну как Ну никто же не мог там Потренироваться С Рэш Спиритом Ну как Где В ММРе что ли Ну посмотрим Я говорю Я почти уверен Что мета И пики Будут меняться В течение турнира Супер мощно То есть Если сегодня Мы там еще не видим Хотя вот сейчас Уже кстати Дигитал Хаус Забанил Ир Спирита На всякий случай Но идея в том Что я почти уверен Что Будет меняться пики В течение турнира Будут появляться Новые террорблейдики Где-то вылезут Ир Спирит И все это Повылазит Но Не сразу Надо чуть-чуть Подождать Не Ну это понятно Опять-таки Всегда у нас Такая тема происходит Что На протяжении Турнира Меняется Мета Ну А тут еще Тут просто еще Даже не устаканилась Предыдущая мета Да И поэтому Ну интересно Но Я могу сказать С уверенностью Что Инвокер Будет очень популярный Пик Потому что Отнули его сильно И герой В принципе Уже Ну уже Его пикали в прошлом Патче Но Ему чуть-чуть Совсем не хватало Чтобы быть одним Из лучших героев А сейчас Его вот и сделали Что на первом левеле Ты уже можешь спелл делать И это сильно Да Вот теперь только Осталось Убрать скрипты И по-моему Да Согласен Все будет хорошо Потому что Со скриптами Ну Я считаю Что это Очень Неправильно И я думаю Что надо бы Валвы как-то Это как Дэнди Как в свое время Я говорил Все что делает игру Казуальной На самом деле Ну Хуже для Про игроков Потому что Ну сцена Как это Вымирает что ли Да Потому что Больше решает Там уже знание Этих скриптов Как ты их обузишь И все такое А не то Как ты уже Там хорошо Играешь На этом герое Но В то же время Скрипты Не выиграют Тебе игру Все же Играть нужно Убить Ну это Типа Понятно Но с другой стороны Ну блин Если Если люди Одной кнопкой Закастовывают Себе Там Квас Векс Квас Ну Сорян Механика игры Не должна Так работать Герой Такой Что Для того Чтобы Кастовать Инвиз Тебе надо Перед тем Как нажать Инвиз Надо нажать Еще три кнопки И в этом То есть Суть Наверное Основная Да А не Суть в том Что О я себе Забинживаю Это на одну Кнопку Скриптами И вот Будут себе Одной кнопкой Затем Не тремя Ну так Лол Ну давайте Тогда Просто На каждый Спелл Просто Придумаем Кнопку И чтобы Сразу Все могли Забиндить И не Печалились Себе Зачем Вот это Выдумывали Ну Еще просто Тема в том Была Что Вот я помню Когда Я только начинал В CS играть И Там у многих Топовых ребят Уже были Тоже Забинженные Закупки АВП С армором И вот это Все И Ну если Проводить Аналогию С CS GO То там Хотя бы Есть Фристайм Да То есть Все в равных Условиях И типа Там это Не сильно Решает А тут Ну Сори Это Это на уровне Для меня Честно говоря Это на уровне Как будто Ты нажал Кнопку И прицел Примерно Подвелся К голове Но типа Тебе надо Еще выстрелить Ну это Вообще Ни о чем Ну реально Тебе Остается Нажать Одну кнопку Не ну ты видишь Но суть в том Что вот Твое Там мнение Там я не знаю Я еще с годом Общался В принципе Вобос Тоже самое Считает Некоторые Игроки Ликвид Тоже так Считают Например Скоро Мы это Обсуждали А вот Я уверен Что если Ты скажешь Это OG Либо Сикретом Они будут против Они скажут Нет нифига Вот мы будем Ну Скажем опять же Нужно спросить Потому что Я например Ну не то что я знаю Клименту Но я почти уверен Что он будет делать Все что для победы Если скрипты разрешены И они упрощают игру Он скажет Это ну Это не мои проблемы Я типа Хочу выиграть И я буду делать Не не Ну претензий Каких-то к игрокам Конечно быть не может Если оно работает Ну не игроки же в этом виноваты А не пользоваться тем Что разрешено И упрощает тебе задачу Ну это глупо То есть Да Типа Вот я из принципа Не буду Ну то есть Понимаешь Я надеюсь Что среди проигроков Мазохистов нету И все хотят выигрывать И Естественно Что если это Один из путей К увеличению Шанса на победу То Очевидно Что Ну так и должно работать То есть По-любому Ты будет Кто-то это использовать Так Ну тут у нас Пики уже почти Подошли к концу Как мы видим Пики довольно-таки Интересные Опять же Такие Свежие Я бы сказал Потому что Ну ничего свежего От Тим Ликвид В принципе Тини Виспен Вокер И Тулуск Хотя Вокером они не играли Не Я к тому что Типа Именно вот прям Часто Часто я вот не видел Потому что Я вижу Примерно Нить Пика Она очень Похожа Даже на Прошлую Игру То есть Диси Набирают Себе Такой Винга Немножко Физы Немножко Мэджика И там Смотрят Куда Это все Ставит В то время Как Ликвид Они набирают Тимфайт Лейт Какой Никакой И пытаются С этим Играть И вот Этот Пик Ликвид Он такой Свеженький Для них Ну что Ждем Последний Пик Ликвид Нужно Что-то Для Майн Контрола Взять Если Это Не будет Оффлайн Тускар Что В принципе Маловероятно Потому что Скорее Всего Будет На Тускар Играть Все-таки Джеракс Майн Контрол Не так Часто На нем Играет Плюс Висп Для Кура Это Понятно Тут Нет смысла Выдумывать Велосипед Надо Наверное Сыграть По Стандартному Да Ну Интересно Что Ну Что Знаешь Как Ликвид Типа Хотят Выиграть Эту Игру То есть Идвокер В мете Против Бресла Ну Вроде Б Может Стоять На топ Идут Тинни Висп Суппорта Добрать Ну Нет Добирать Шекера В оффлейн Для Майн Контрола Окей Теперь Диджитал Хаус Линии Как Линии Ставить Я могу Сказать Что Для Диджитал Хаус Будет В этой Гре Очень Важно Иметь Отфармленного Бристлбека Потому Что В принципе Его Тут Нету Прям Такого Прямого Героя Который Пробьет То есть Тинни Его Не сильно Бьет И при этом Всем Еще Если Будет Кто То Прикрывать Бристлбека Типа Винги Зомби То Бристл Может Ну Просто Спреем Всех Поубивать И Ручкой Добить Ну Был Бристл У нас Уже Ох Уж Эти Альянсы В Которые Вернулись И Которые Сплит Пуш А Шо Вы Хотели Ну Это Альянсы Они Ж Вернулись Ну Да Ладно Матч Против MVP Наверное Это Не Совсем Показать Хотя MVP Ну Вообще Вот Эта Группа Смотрится Сильнее Чем Группа Которая Будет Играть У нас После Обеда То Есть Там Группа С Двумя Филиппинскими Командами IG It's Deck Это Прям Откровенно Слабая Группа На Втором Канале Дота Два Рухаба Все Это Вы Можете Наблюдать У Нас Лас Квин Оф Пейн Воу Воу Тс Сыграет На Квапе Против Инвокера Фаты Бульба Офлэйн Слардар 1437 Undying Опять Таки Ауи Будет Катать На Винге Артизи Сыграет На Бристал Беке Ну Ликвид Я думаю Все Более Менее Понятно Я Посмотрим Будет Лет Правильно Или Неправильно Что Ликвид Могут Тоже Пойти В Мид Даблой Тинь Висп И отправить Фату На Легкую Ну Да Это Тяжело На самом Деле Предугадать Как Команды Пойдут Так Смотрим На Фату Фата С Фэрифайром С Нулик Фэрифайр И Айрон Брэнч Мы Видим Есть Это Так Чаракс С телепорта Бежит Ставить Вард И Его Увидел 1437 И знает Где Вард Но Нету Сентрей По моему А Может Купить Блин Кстати Это Все Меньше Теперь Стоит Запоминать Что Именно Меньше Стоит Кура 120 Стоит Все Упрощает И Упрощает Жизнь Понимаешь Это Вообще Да Но При Этом Ну Скажем Это Упрощается Чтобы Популяризировать Вот Эти Всякие Мангусики Фейрифайры Ну Понятно Хотя Фейрифайр Он Такой На самом деле Трэшовый Артефракт Немножко Не Совсем Понятно Для Чего Он Вообще Нужен То Есть Полезен Он Только Вот Так Вначале Чуть Чуть Постоять На Линии И То Не Всегда Вот Для Каких То Офф Лейнеров Ну Для Какого То Феникса Он Может Быть Полезен Да Потому Ему Применения Не Вижу Ну Не Знаю Вот В миде Смотри Инвокер Просто С тремя Экзордами На первом Левеле С санстрайком С фейрифайром Имеет Плюс 14 И С нулем Да Проблема В том Что ему Квапаки Нет Кортики Что Он Делать Будет Придется Ему Качать Квасы Но Квасы Это Сразу Не Судя В том Что Чуть Чуть Демедж Останет Но Плюс Два Это Такое Себе Вчера Против Вас Был Инвокер С двумя Фейрифайрами Вначале Ну Гарю Это Трешова На самом Деле Не думаю Что он Для этого Сделан Ну Пока Еще Люди Не Разобрались Для чего Он Сделан Хочет Инвокер Все Покупать А Сколько Он Стоит Сто Пятьдесят Семьдесят Семьдесят Пять Семьдесят Блин Мангус Тоже Он На самом Деле Это Не Ужасный Артефакт Хороший Артефакт Чуть Дает Регена Может Аману Восстановить То есть Плюс Минус Голда Окупится Да Но Ну Вот Знаешь Вот Нету Прям Такой Уверенности Типа Вот Этот Артефакт Я Уберу И Все Круто Да То есть Не Скажешь Что Он Прям Сильно Вошел В какую Моду Ну Напоминаю Я Что Завар Теперь Дают 100 Голды И 100 Эксп И Бристалбэк Который Сейчас Возьмет Баунти Он Будет Второй Сразу Лол А вот Это Вот Это Серьезный Лол Вот Сейчас Деварнин Действительно На первых Левелах Вот Ты Просто Два Варда Убиваешь И Левел 2 Сходу Нет Это Это Кстати Вот НС Когда-то Давно Тоже Делал Потратить Столько же Денег На Сентризис Сколько Его Дает Обсервер За убийство Я Короче Уже путаюсь В словах Но Я думаю Вы поняли То есть Оно Должно В принципе В ноль Тебя Да А теперь Еще Ну Ладно Голда То есть Пусть Голда Будет Не максимум Но То что Теперь Иксп Соточку Это Это Уже Очень Приятно Ну То есть Ну Вот Пришел Бристал Второй Здравствуй И Че делать Теперь Ну Действительно Закрывает Его Джеракс Опять Таки Но Артур Говорит Ну Сорян Я Уже Левел 2 У меня Уже Даже Спина Есть Немножечко Я Могу Уже Пофыркать На вас 437 Прибежал Да Действительно Это Прикольно И для Некоторых Героев Это Даже Очень Очень Важно Будет Алло Второй Левел Какой-то Суппорт Семка Взял Сходу А там Получается Первый Крип Вообще В Игре Или Именно Первый Крип Которого Ты Попадешь Каждый Раз Ну Это Кстати Реально Рофф Это Можно Типа Под Мой Пойти Лесок Это Лесная Патма Она Просто Убивает Большого Крипа Со Стрелы И Все То Ты Просто Напросто Где-то Пулишь Где-то Убиваешь Бегаешь Иногда Еще Можешь В Откажется Да Кстати Огромный Плюс Этого Патча Также Есть Там Чинжлоги Не совсем Заметно Это То Что Сейчас Админы Турниров Могут Выставлять В лобби Возможность Паузы То есть У команд Можно Поставить Командам Лимитированное Количество Пауз Либо Вообще Отключить Возможность Это Делать Чувствую Чувствую На каких-то Мажорчиках Это Дело Будет Заюзано Я знаю Тут Одного Админа Который За За такое Готов был Родину Продать И Теперь Для него Только Дай Возможность Командам Урезать Количество Пауз Чтоб Они думали Стоит ли Сейчас Вязать Паузы Я знаю Что сейчас В КСе Все горят Заведения Паузы Я понимаю На самом деле То есть Как человек Который Заходит В КС Пострелять 10 минут И там Еще Пауза Это Типа Реально Это реально Погореть Можно так Серьезно Слушай Матума Мэн Сложный Получал Немножко Сейчас От Клопы Продолжает ТС Даггерками Его Харасить Рядом С Матумбой Тут есть Куро Поэтому В принципе Тут Тинни Не убьют Очень интересно Решили Ликвиды Поставить Линии Потому что В сложной Тинни С виспом Я уж Никак Не ждал В легкой Получается Шейкер Который 10 на 5 Умеет Крипстат И прям Все у него Хорошо Против Бульбы Ну это Они сделали На самом деле Для того Чтобы чуть-чуть Дать Шейкеру В легкой И Чуть Ну дать Тускару Побольше Чем он Мог бы Там Наверное Взять Но Проблема В том Что вы Сардару Даете То есть Сардар Четвертый И как бы Непонятно Либо да Сардар тоже Получит Быстрый Левел А Вот они Они Пулят Где Где Они пулят Тинни Виз Он Выкидывает На линию Крипов А Вот отсюда А Слушай Ну вот А кто еще Если бы Некура Это мог сделать Не Некура А Тинни Тосиком Всюда Да Да Неплохо Единственное Я не Заметил Куда Крип Так Быстро Умер Но Ну это Блин Ну это Кстати Прикольно Да Это Прикольно Слушай А получается Здесь Точно Так же Можно Делать Нет А Да Фёрстблат На Зомби У меня Да Пришел Зомби Пытался Помолчить Артизи В итоге Умирает Он Артизи Идет Наглеет На Фату Кстати Очень Неприятно Здесь Фате Будет У Фата Ничего Нет Еще Два Фырка Артизи И Фата Умрет Пытается Схавать Фэйрифайр И Кстати Спас Фэйрифайр И Артур Может Умереть Сейчас Да Зачем Боже Боже Фата Это Конь По сути Я думаю Это Первый Первый Фэйрифайр Который Спас Который Как-то Полезным Оказался Снизу Валяется Аркан Руна Кому Она Нужна Здесь Не Совсем Понятно На первых Левлах Кому Она Вообще Нужна На ранних Левлах Игры Не Ну Слушай Бристалбеку Взять Эту Рунку Это Жестко Ну Да Ходишь Фыркаешь Вообще Маны Не Стоит Тебе Да Ну И при этом Все Опять же Чем больше Стаков Очевидно Тем Больше Слушай У тебя Получается Позже Две секунды Кулдаун По 15 Маны Ну Это Полторы Полторы Секунды А Нет Подожди Две Одна Это Маны Будет Чуть Меньше Наполовину Это Все равно Забей Сейчас Ну Конечно Он Ее Сразу Не Завязает Но Посмотрим Какой У него Будет Кулдаун Сейчас У него Три Понятное Дело Что Будет Меньше Идея На 1 4 3 7 Катится И Фатом Фатом Больно Бьет Подолак Вити Конечно Хороший Станат Бульбы Тут же Кура Прибежал И Пошел Артизи Схавел Фейри Файр И поехал Без Кулдауна 2 Секунды Кулдаун По 17 Маны Давай Фейри Файр Аруну Завязал Ты уже Все подряд Слишком много Новых вещей Ты видишь Этой ОП Лол Он просто Ты посмотри Он бежит Он уже 7-8 Фырк Дал И Типа Это Короче Вот Такую Руну Ты берешь У тебя Стаки Нэншен Так Ты Фармишь Супер Изи Это Реально Сколько Угодно Можешь Зафармить Он Десятый Наверное Дает Фырк Серьезно Просто Фырк Это 17 Маны Лол Да Вот мы Видим Сейчас Арканрунка На Бристлбэка Действительно Работает Очень круто Будем По-умночку Разбираться На каких Героях Опять же Очевидно На Зевса Хорошая Ну то есть Это Типа Вообще Наверное Без вопросов Тупо Спамишь Цешечкой Которая Стоит Мало Ну да С кулдауном Вообще Нулевым Почти Ты просто Спамишь Пока Пожди Она сейчас Работает Пока Долетела Молния Можно Вторую Кастовать Или Нельзя Вот я Не знаю На самом Деле Так Тут На Один Четыре Три Семь Сен 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 Приквозит Тс Суши Кура Должен Умереть А кстати Там Траблы Огромные У Джиракса Он Запрятался Видит Его Тс Да ладно Там Просто Нейтралы А чё Ты Остановился У тебя Ладно Не Он Остановился Наверное Это был Какой-то Либо Мисклик Либо Он Банку Покупал Я Вот Не Совсем Понимаю Что Что Было Раньше Сделано Да Но Бульба Должен Добирать Джиракса Ну Тут Крипы Скорее Всего Бьют На самом деле Хорош Бульба Ты Видел Он Чё Так Взмахнул Так Он Остановился Что Я Только Что Увидел Надо Разобраться По Какой-то Причине У Ускара Было Минус Четыре Стрэнджи Я Пока Не Понял Почему Ускара Было Минус Четыре Стрэнджи Может Быть Там Какой-то Дикей Был Или А Вот Кстати Может Быть Дикей Больше Ничего Не могло Быть Дикей На нем Висел Скорее Всего Да Там Матчи Альянс МВП Прям Какой-то Лютый Трэш Продолжается Там Слушай МВП Выигрывает Игру Харикарейцы Да Я смотрю Они Под Фонтан Уже Готовы Хотя Ой Боже Боже Какой Там Замес Там Просто Все На всех Замес Идет Там Какая-то Нереальная Игра Да Ну Там Майн Контроля Хороший Может Вкатиться Джирак Спасай И этого Еще Со Страйк Вот Это Прикольно Вот Это Напали На Майн Контрола Ну И Это Минус Два В исполнении Команды Ликвид Майн Контрол Все-таки Левел Хороший Имеет Слегкой Ленин Все-таки Вынес Тут Матумба На топе Бульба Въезжает На него Бульба Тос Его На месте Бульба Подает Станом Матумба Мэна Но Добить Просто Матумбу Нечем И Будут Отсюда Уходить Вол Там Трон Сносят Альянсы Да Там Альянсы А Там Альянсы Просто Сделали Байбайки Что Убили Трон Там Размен Тронами Идет Лол Боже В параллельной Игре Просто Размен Тронами Да Эмбер Ой Ой Провал Эмбер Срапира Без ТП Да Ну У него Тревел КД Был И Да Это Их Боже Классический Альянс Просто Пошли И сломали Трон Врагу Сорян Да Шесть раз Артизи Играл На Бристалбеке За свою Карьеру Стопроцентный На самом деле Артизи У Артизи Очень много Героев На которых Он играл От силы Один раз И Ну Но при этом Играет он На них Хорошо Он Вот на Медведя Когда он На саммите Играл Он сыграл Одну игру В паблике Все Я говорю Артур Ты там Как нормально С себя чувствуешь Как контролил Медведя Типа Говорю В пачку Выделил Через атаку Говорит Да не Вроде Нормально Говорит Вроде умеет Там только Снизу Чуть не убили Опять-таки Фату Санстрайк Кстати Уже Бьет Очень больно Четвертого Левела Санстрайк Мы видели Что Шекер Там Через Фессуру Через Тотем Чуть ли Чуть ли Не добил Был бы Ультимейт И был бы Минус Фата Но Тси Ой Минус Тси Боже Тси Умер Джеракс Боже Джеракс 3-2-4 Джеракс На тусике Но пока Эту игру Ликвид Начинает Явно Лучше Хотя Прошлую Угру Они Тоже Начинали Намного Лучше Но Там Было Там Было Понятно Что Лучше Надо Что-то Сейчас Сделать Потому что Рано или Поздно Придет Артизина Антимаги Здесь Антимаги 4-3-7 По-моему Тоже Стрял Джеракс Ну Пошла Тамба Ну И Вот Джеракс Надо Отсюда Уходить По Тамбу Лезть Все-таки Не Хотят Третьего Левела Тамба Пятый Левел Зомби Это Так Себе Кстати Квапа В легкое Провалилась На самом Деле Три Смерти Утси По Фарму Совсем Грустно И Вот Этот Вот Такой Поход В Оффлейн От Ликвидов Окупился В Какой-то Степени Ну Может Быть Может Быть Да Какой-то Да Плюс В этом Есть Да У нас 11 Минута Игры Мы Видим Что Артизи Топ Один По Нет Ворсу Дальше С ним Бежит Фат Они Совсем Стоят Мин Контрол На Третьем Месте Идет Ну Это То Что Надо Так В мете Пушат Вышку Ликвиды Фат И Джеракс Тут Месте Артизи Прилетают Селепорт На него Кстати Нападают Ну А и Что Дальше Джеракс ТП Аут И Ультом Его Сбревают Такой Странный Айс Вол Был От Фаты Непонятный Вообще Не Ну Типа Если бы Они Толпой Туда Наваливались Может Был бы Смысл Какой-то Блин Слушай Это же Брислу Вангард Тупо Вообще Сейчас Жесткий Я Что Сейчас Ну Да Брислу Вангвар Слушай Патч Вообще Брисловский Какой-то Получается Нереально Вангвар Довольно Неплох Получается Вообще Брисла Получается Неплохо Так Апнули Его Самого По Патчу Не Особо Меняли По Моему Правильно Или Вообще Даже По Меняли О Ему Там Ого Это Кстати Жестко Так Быстро Можно Эншентов Стакнуть Он Буквально Пару Секунд Потратил Ну Вот Побежал Все Вот Тебе Эншентов Да И при этом Если эти Деревья Срубить Вот У него Топорик Есть Он Может Деревья Эти Убрать То Он Вообще Будет Супер Быстро Эншентов Стакать А Он Типа Слоу Граунда Фыркает Или Что Он На гору Подымается Фыркает Ну Все Равно Вот Этот Подход Дает Возможность Экономить Пару Секунд Да Вот Типа Для Мидера Далеко Идти Конечно Фармить Лес Вот Влетели На Артизии Что Они Собираются Сделать Через Сан Страйк Пытаются Убить Артизии Убьют Ой Да Ладно Ауи Неплохо В этот Ауи Решил Подсейвить Артура 15 ХП Артура Осталось Вот Он Вангвард Получается Напомним Что 100% Шанс Заблочить 16 Либо 32 Дернажа Это По идее 32 У него Всегда Теперь Будет Это Для Мидера Шекер Ультой ФТС Тут же Его Развалило И ауи Просто Стрейло Моментально Блин Даггер Очень Неожиданным Казался Для Диси А ну И Бульбу Еще Будет Пытаться Загнать Шарды Не Точно Не Закрыло Вот Идет Сюда Артур А Что Будет Делать Артур Какая Тамба И Куда То Идет Артур И Все Наверное Или Еще Не Все Или Еще 14 37 Похарасит С Лонг Ренджи Короче Все Очень Отлично Для Ликвид Потому Что У них Не Справляется Абсолютно Без Нини Веспа И Работает Это У них Урона Заходит Ну Вот Вот Посмотрим На Этот Вангварди Как Он Будет Работать Будет Хорошо Мне Кажется Ну 100% Шанса Забло 42 Дэмэджа Это Это Очень Круто Крипы Вообще Не Бьют Правильно Ну Да Лол Ну Это Чит То Это Реально Чит Какой Так На Топе Напали На Матумбомена Курроки Висп Вообще В меде И без Релокейта Ну Матумбомен А Что Делал Куро Левел 5 Он Что-то Интересное Делал Ну Возможно Он В драку Пришел Какую То Которая В меде Была И Матумба Там Вообще Один Оставался Зря Так Фата Что Купил Фата Некра Первый Купил Фата Опять Интересное Решение Уже Уже Некра Вот Как я Помню Когда Была Эра Некров Тогда Все Собирали Некра Я Вижу Что Опять Некра Популярнее Популярнее С патча В патч Становится И Стоят Уже Свиток 1200 Ну То есть 2650 Первый Некра На Мико Не Так Уже Много Ну Да Более Мене Нормально На Топе Падает Т1 Вышка У Ликвидов Снизу Падает Т1 Вышка У Digital House Ну И Кстати Ликвиды Хитро Подступают Идут На Рошана И Будут Скажем Уже С Аегисом Скорее Вследующие Драки Я думаю Что DC Не Понимают Этого Потому Что Вроде Враг Пушил Низ И Довольно Такой Крутой Мув От Ликвид Да Неплохо Забирают Рошана В Матум Бомену Либо Фати Сейчас Посмотрим Кому Достанется Аегис Достается Матум Бомену Не Совсем Понятно Мне Почему Лучше Наверное Фати Отдали Ну И Надо Наверное Это Как-то Пойти Будет Аегис Потом Разменять На Затем Как-то Глупо Он Погиб Тинни Прыгает На Ау И Тут Уже Артизия Рядом Куроки Сейчас Погибнет Раз Два Ну Да Куроки Ой Да Ладно Джеракс Джеракс Жесткий Но Куро Да Ладно Куро Ухо 437 Погибает И Прям Вот Джеракс Очень Жесткий Очень На Таких Маленьких Микро Моментах Игра И Делается По Сути Потому Что Сейчас Не Умер Висп Не Умер За Этого Тинни Умер Зомби За Этого И Это Типа Все Друг На Друг Накладывается Это Типа Жесть Артизия В Миде Против Фаты Фаты Его Таки Победил Фата Что-то Как-то Его Сильно Больно Бил Я Понимаю Что Под Алакрити Но Как-то Там Такие Куски От Артизия Отлетали Аж Страшно Было Лоу Да Это Все Алакрити 80 Урона Многовато Затычку Да Ну Что 13 На 7 В Пользу Liquid По Графикам Мы Ведем Ведут Они Более 6000 3000 Experience Преимущество У них Имеется Вторые Некра Уже Тем Временем У Инвокера Скоро Будет Снизу На Бульбу Майн Контроль Фиссура Матумба Мансует Мансует Форстаф Да ладно Пульба Уходит Все Таки Казалось Сонстрайк 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 Ну Такой Ну Он Кидал Знаешь Такой На Глупца Скажем Если Герой По Прямой Будет Бежать Такой Бывает Редко Ну Что Как Всегда На Реддите Появилась Тема Alliance Is Back Это Норма Это Норма Это Точно Факер Создавал На Соб Конечно Факер Ж Главный Да Мы Кстати На Этом Стриме Будем Смотреть Следующий Матч Alliance Как Раз Таки Против Digital House Это Будет Следующая Игра Так Что Смотрите Будет Интересно Ну А потом Еще Будет Liquid Против Alliance Тоже На Первом Канале На Втором Канале Будут Матчи MVP Phoenix Соответственно Против Liquid И Потом Против DC Посмотрим Какие Две Команды Я не знаю Я спрашиваю В твиттере По поводу Правил Что будет Если все Со всеми Сыграет Ничью По моему Будет Коллапс Просто По моему Просто Турнир Сломается Если все Со всеми Сыграет Ничью Я не знаю Какие там Правила Я этого Не нашел Но какие-то Есть Наверное Может быть Время Будут Считать Я Не знаю Если честно Так 1437 Снизу Закрывает Его Джиракс Тамбу Постался С этим Заменили Очень Быстро Так Что Это Более Мене Нормально Да Но Есть Тут И Форс И Блин Кирил Лакет Не думаю Что Кого-то Зацепят Ну DC Как-то Потихонечку Отбиваются Но При этом Их По фарму Очень Сильно Раскачивают То есть Они Не фармят Не фармят Даже Свой Лес Уже При этом Всем Фато Сприт Пушит Топ И У Фаты Вообще Все Отлично Третий Некра Уже Тысяча Голды Сверху Есть Фата Действительно Уже Опасен И Сейчас Ему Никто Толком Ничего Не может Сделать Микрономиконы Отгоняют Бульбу Бульба Безманы Просто Есть ТП Сюда 1437 По третьими Некрами 1437 Просто Сдыхает Фату Слапнули Стан Фата Но тут Должны Его убивать Продманы Нету Бульбы На стан Вот она Ауи Тоже Должен Погибать Да Троих Убили Вразмен На Фату И то Еще Фата Мог Выжить Здесь Некрономиконы Только Только Сейчас Умир Снизу Убили Веспа Правильно Куроки Сделал Что Не забрал С собой Еще И Тини Тини Сносит Вышку Тини Аганим Фактически 200 Голды Короче Все Очень Плохо У Диджитал Хаос В этой Игре Да А при этом Все Еще И Тускар 2000 Можно Какую-то Меку Попово Сделать Да И Когда Запакуются Они Просто Во Владимир Меки В Пассивки По-моему DC Не пробьют Никак Ликвидов Да Мне тоже Кажется Будут У них Огромные Проблемы То Ну Вот Артизи Конечно Сможет Что-то Там Еще Потанковать Но Бить То Как-то Надо Ну Вот Есть Блинг У Тусика И Одновременно Аганим Вот Сейчас Начнется Веселуха Ну И Шекер Шекер Очень Крут Форстав Блинг Аркантапки 19 Минута Майн Контрол 12 Левел Прям Очень Качественно Все Качественно Отыгрывает Скажем Да И Саня Сейчас Позицию Убийцы Дальше По сути Безрелокейт Он В соло Любого героя Взорвет И Ждет Набивает Просто Сейчас Стоит Тотем По Кулдауну Набивает Причем Он Даже Не По Таймингу Как Бав Спадел А Просто Набивает И Вот Так DC 14 37 Сорян Можно Было Санстрайками Не Помогать Майн Контрол Свою Цель Дождался С Третьим Тотем Левел Поднял Отлично Все Можно Идти Дальше Ждать Кулдауна Кстати Сильное Изменение Теперь Можно Экспу За Эншентов Делить В плане Делить Артези Артези Свап Этого Ауи Сам Тут же Должен Быстро Умереть Ауи Долстан Покуро Это Ой Какой Ультимейт Здесь Неплохой ATC Матумбомена Можно Забирать Прыгает Бульба Да Это Минус Матумбомен Ну Я Егер Слышал Буквально Секунд 20 Назад Да Да Что Ты имеешь Ввиду Подделить Ну Враг Убиваешь Ты подходишь И делишь Ну Понятно То есть Ты Даже Если Ничего Не Делаешь Просто Стоишь Смотришь Правильно Да Да Это Хорошо Бульба Вдвоих Прыгнул Он Сейчас Умрет Здесь Бульба Хотя ATC Рядом Майн Контрол Дает Стан ATC Отличный Бласт Дизарм На ATC Еще Одна Тычка По нему Да Он Умирает Бульба 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 Боже Какой Он Наглый Просто Под себя Фата Дает Sun Strike И Майн Контрол Пришел Боже Как Ему Больно Ладно Я тебя Троллил Вообще Нельзя Что Не делится До сих Не делится А с чего Ты взял Что Начало Делиться Не знаю Что Мне в голову Стукнуло Ну Вообще Скорее Я Короче Когда В какие Фейк Патч Ноты Читаю Они Мне Супер Запоминаются И Судя По всему Опять Не Ну Ты знаешь Ну Вот То Что Многие До сих Пор Кстати Очень Многие Думают И Даже Где-то Недавно Не помню Какой-то Турнир Смотрел И Комментаторы На полном Серьезе Врели Что Баунти Хантер Прикольно Он Стоит Вот Здесь И Чужой Чувак Убивает Эншит А он Наверное Сейчас Много Икспы Получит Я думаю Блин Зря Это Не Сделают Потому Что Ну Типа Да Это Глупо Как-то Это Как-то Ну Ну Это Не Имеет Смысла Просто В Этому Нет Логики Так Ну Что Поехали Поехали DC Куда-то В атаку Надо Бы Нет DC Наоборот Они Вот Могут Спокойненько Нафармливать На Тине Нафармливать На Остальных Героях Потому Что Я Думал Что Не Перефармливать Кстати Джеракс Умирает Джеракс Тут Хотя Может Попробовать Через А нет Марчит Есть Джеракс Загулял Убили Спрятался Майнконтрол Майнконтрол Кстати Купил Си Сенш Я Так Понимаю Это Будет Сильвер Эдж Против Артура В Первую Очередь И По-моему Это Просто Отличный Выбор Я Просто Сотрю На Этого Набивающего Опять Майнконтрола Которого Плюс Просто Напросто 550 Дамеджа Под Тотемом И Прям Как же Ему Хочется Сейчас В кого-то Всадить Свой Тотем Я Его Прекрасно Понимаю Был бы У меня 550 Дамеджа На Тотеме Мне Тоже Было Желание Так Велат Я тебя Дважды Затроил Короче Делятся А раньше Делились Нет В этом патче Я перепроверил Что же Делятся Да Такой ты Тролль Сам Нифига Не знает Вот это Профессионал Дота Ту Плеер Вот это Вот Вообще Просто Я Патч читал Когда в поезде Ехал В Минск И Короче Так себе Я тоже Кстати Читал Патч Но я уснул 14.37 Бух Боже Боже Как же Больно Бедный Бедный 14.37 Я Патч ноуты Тоже читал Когда их Вчера Выпустили Перед Ну то есть Тоже позавчера Ночью Читал Читал И уснул Прям в процессе Поэтому я так и не дочитал Ого Алибарду Сделал А почему Алибарду А не Сильвередж Не знаю У Сильвередж Сильвередж Получше Был Так Несколько Форстаф Ой Хорошо Подрачено И шейкер Идет Толпу Шейкер Есть же ультимейт Надо бы садануть Вот он ультимейт От шейкера Но тотем посильнее будет Чем Сильвередж Майн контрол Да ладно Неужели он уйдет отсюда Майн контрол Сдыхает конечно же Он от Орхида Но Минус два сделали Артура не добили Это наверное важно Санстрак бы ему Запулить Но Санстрак Пулдауне И Артур отсюда уходит Да Вот Вот Скидывает Мне что Анчет Neutrals Now behave Like normal Neutrals And split exchange With all heroes In the AOE AOE Да Рошана Короче Liquid Должны эту игру Выиграть Я Не совсем Понимаю Как Эту игру DC Выигрывать Ну то есть Я не вижу Каких то там Вот Предпосылок К тому Чтобы ее Digital House Взяли эту игру И выиграли Артизи Да ладно Что он Биться пойдет Артизи идет Слушай А Джурак Что-то больно Бульба Бульба выживает Артизи Не знает Кого толком бить Артизи Побежал Побежал За людьми Там тем временем Минус Бульба Артизи пытается Убить Куру Куру спрятался В гост ушел И вот Сейчас бы нужен Был этот шейкер Здесь Но непонятно Где он Первая жизнь Потрачена Пошел Айсвол Куру Убили Веспа Не может Нагалакет Ну вот Где шейкер Скажите мне Вот сейчас Он пришел Шейкер Гоняется За клопой Для него По-моему Это приоритетная Цель И боже Как он ей больно Делает Но убить Он ее не может Да Он сейчас Убьет Ну Сайленс Сайленс И майн Контрол Боже Какой Тост Лол Кстати Да То что Тост Типа летит До конца Это Знаешь Я почти уверен Что где-то Произойдет Дота Фейлс Звиг Рано или поздно Когда ты типа Типа кидаешь Твой Блинкует И твой Герой Союзный Улетает Куда-то Среди Десяти Игроков Среди Игроков С десяти Плюс Играны Шейкеры Майн Контрола Топ Один Позиция По времени Дебафа От Афтершок Это жестко Кстати Да Действительно Все Ну давай Давай Я вот Жду Шейкера Дальше Мне кажется Шейкер Тут должен Творить Хайлайты Кстати Опять Позицию Убийцы Занял Так Снизу Артизи Идет На Тине Виспа Но По-моему Артур Ты Сейчас Опять Перебыкуешь Так Ну Артур То готов Прям Подраться Да Ну Цеплять Особо Нечем Хотя Ну Есть Сордар Но Конечно Сордар Это Ой Да ладно Поймали Джеракс Наверное Все остальные Слишком далеко И вряд ли Да ладно Блин Бульба Вытягивает На себя Джеракс А вот Это Может быть Уже Проблема Сейчас Для команды Эдиси Нет Не идут Сюда Ликвиды Я думал Будут Перехватывать Матумба Матумба Мэн Т2 Тавр Сейчас Очень быстро Он упадет Понятное дело Буквально Несколько ударов Нужно сделать Блин Мне понравилось Как Т4 Тавра Под Аркварденовским Вот этим Вторым скиллом Лупят Под магнетем Бульба Напал на Матумба Мэн И закончился К сожалению Свап Матумба Матумба Получает стан Матумба Умирает от Артизи Ну вот Тут неплохо Но снизу Параллельно Проблема 1437 Майн контрол Хочет догнать 1437 Шива И бедный Зомбак Опять погибает Да Много Много Инвокера Конечно Денег У него Шива Некра Уже 3000 Сверху То есть Можно В принципе Аганим Купить Уровень Большой Да Что-то Интересное Можно Здесь Добрать Артизи Кераса Ну Все равно Этого Недостаточно Вы видели Что Тини Убивает за Проказ С Лордара И при этом Все Тини Был Вообще Один То есть Будет С ним Виз Будет С ним Инвокер Эзерленз Появляется Линза Появляется У Шейкера Ну и давайте Посмотрим Что это С артефакт Пассивно Увеличивает Спелл Каст Рэндж На 200 И спелл Дэмэдж На 8% Каст Рэндж Но увеличит Такие вещи Как Каст Рэндж Еще Длина Фиссуры Например Длина Подкопа Леона И вот Длина Фиссуры Это Для Шейкера Очень важно Плюс Дает 8х Поригена 15% Спелл Резиста Длину Фиссуры Мы сейчас Не увидели Потому что Она в лес Залезла Ну и вот Майн Контрол Тут уходит Артизи Начинает Раскаечивать Шейки Ой Врешение Бульба Прыгает Джеракс Боже Джеракс Все Залагало Меня 545 Получил Джеракс Но кстати Джеракс Еще там Что-то Выживает Кайтит Но тут По-моему Сейчас Разрыв Кабинетов Просто Ну Забрали Только Бульбу 1437 Артизи Должен Уходить Отсюда Майн Контрол Говорит У меня Самая Долгая Фиссура В мире Можно Бежать Ну Поймали Еще Ауи Убили Его Да Тут Ауи Не Выжил Минус 3 Ну собственно Я думаю Каждая Следующая Драка Привязательно Должна Выглядеть Вот так Ну Не Лагающая В смысле Не Лагающая А в смысле Выигрывать Будут Да В смысле Ликвид Будет Выигрывать Скорее всего Закончат Они все таки Эту серию В ничью И по прежнему Будут Являться Одним из Главных Претендентов На победу На выход Из этой группы То есть Перед Перед Груповым Этапом Ну Ликвид Были прям Основными Претендентами Между Альянс И DC Наверное Должна была Быть битва И Посмотрите Просто на эту Фиссуру Ну это вообще Нормально А в экран Едва влазит Эта фиссура Лол Шекер Минус DC Просто блестящие Играют Майн контролла Конечно В этом матче Хороший станок Бульбы Но Хотя Арктизи Куро может лопнуть Куро ты по аут И Да ладно Хорошо Авгаске Майн контрол без маны Бульба цепанул Матумба мэна Фата там разбирается С 14-37 Ну тоже наверное Фата умрет здесь Да Слушай Фиданули вдвоем Хорошо Джерак засейвил Майн контроля Закрыл Проход И да Убегут Шейкеры Тускар Ну Вот не знаю Наверное на шейкеров Все же это не самый крутой артефакт Единственная его приятная вещь Это то что С ульты урон на 8% Увеличивается Но это немало на самом деле Когда ульта там Под полторы тысячи урона Заходит Ну вообще Да Слушай Оно увеличивает вообще Весь урон Правильно Пофиг Магический Только магический Не-не Ну Просто магический Есть разные типы То есть она Весь урон Увеличивает Магический Окей А ультимейт Лины С загонимом Да-да Еще раз Это типа Это тоже магия Просто тип магии Ну это пьюр дэмэдж Правильно Да-да Это тоже увеличивается Майн контрол Там очередной Сделал соло фраг Майн контрол Уже этих фрагов Наклепал соло очень много И кстати гоняется за Ауи И он его может убить Если доберется Вообще Ауи Может ему на развороте Да-да-да-да Есть алебарда Ему Ауи вообще Ничего не сделает То есть в майн контроле Надо главное выбрать позицию Но вот сейчас он понял Что его могут найти Поэтому спрятался Блин Майн контрол Прямо играет Очень крутого шекера Вот дали ему свободу В начале И очень быстро Он начал набирать артефакты И Иван Иванов Мой с недавних времен Лучший друг Который удивлялся Почему это у Куроки У Фаты есть фан-странички Вконтакте А у него нет Он же больше русский Чем они Он же Иван Иванов Так что ребят Создайте фан-страничку Майн контрол Что это за фигня Что это за беспредел Даже у Фаты есть Там прода Аж два фолловера Но Это не важно Знаешь кстати Что Фата делает Что Фата делает Я не вижу Что Фата делает А в скаде Он вспоминает школу Своего бывшего тиммейта Yes Ну мало ему замедления Вот у него Много атаки Много заклинаний Ты знаешь Ну в принципе Против бегущего артизия Это нормальное решение Почему бы и нет Ну не знаю Ну это не то реально Ну а что бы ты ему сейчас добирал Дезолятор как-то Я говорю аганим ему крутой Аганим ему много чего дает Все спылы Кстати там артизий добрал аганим На брестлбеке Впервые мы видим И мы видим что Гу это АОЕ Отныне Ну оно типа Не таргетное Просто нажало Во всех Оно просто во все стороны Не ну вообще Вообще Именно Типа то что оно делает Это супер классно Потому что это Супер большое КПД Но вот Собирать 4200 Вот посмотрим Сейчас окупится ли это Тут убили тускара Видят куроки Кстати надо гнаться DC Они могут эту драку Очень хорошо выиграть Шейкер заходит В инвизион Шейкер На Ой 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 Майн контрол И пришел Артур На веселуху Но уже наверное поздно Немножко Он кстати может Тут что то поделать Посмотри как эти Гу летают во всем Вот Задизармили его Бить не может Но и Не бить он тоже Может неприятно Гу продолжает летать Вместе С фырками Ну вот Артур Тут должен уйти Бейбэк Релокей На фиссуру На фиссуру Майн контрол Через 7 секунд Догнался бы Лол ты их под фонтан Можешь достать Своей фиссурой Кура байбэкнулся Убили они в ингу За это И могут попробовать Снести что то Еще дополнить Какой то мид Или рошана На рошана Пойдут ликвиды Ну Вообще Кстати Вот этим Эйзерленцам Возможно Стоит Делать Даже не знаю Ну догон Что ли Или Или просто Октарин Делать В смысле Чтоб с него делался Или Не не Ну типа Чтоб больше у тебя Заклинаний было Которого усиливать Ну может Широ какие то Типа что то В таком духе Ну догон Кстати смотрится Вообще круто Вместе с ним Ну это Лота Блин Да С большого рейджа Но вообще Этот артефак Вот он недорогой И дает супер много То есть если мы посмотрим 250 маны 8 регенерация Слушай А на минера то Он как круто работает Братан Уже Если ты редит видел Там уже гифка была Как минер взрывает Тавра Типа А я понял Мины типа Далеко их ставят И они так взрываются Кстати да Это ж он реально Может ставить их с рейнджи До которой Тавра не достает И просто ставишь Там именно первые мины Там типа Первые Да Взрыв увеличится Уе Типа Ты ставишь И там А я думал Он просто их ставит С такого рейджа Ну я понял Удивительно было бы Ну блин интересно Да вот Пудж Пудж Это будет весело А Пудж С актарином И с вот этим лэнсом Это же Вообще Начнем с того Что пудж с аганимом Вот как ты Попытаешься Зайти на гору Когда в тебя Каждые 3 секунды Летит хук Не знаю Каждых 2 с актарином А еще и рунка Есть так На топе На джеракса Напали Слушай Мне интересно Если рунка Вот этот лэнс И актарин И аганим Это вообще Это просто Какой кулдаун И какой рейдж И какой дэмэдж Он просто будет Нон-стоп Ими спамить Вообще По-моему Не так Самое тупое Что у тебя получается На пудже Нюк 4 секунды Который идет Через бкб 475 Пьюром Это типа Супер огромная цифра Ну то есть Ты по сути У тебя каждые 10 секунд Лагуна Блэйд Вообще законно Ну посмотрим Я думаю Мы дождемся Пуджа Если не сегодня То завтра У нас команда Левиатан играет Против Ньюби ЛГД Легендарная команда Юпорн Юпорн Ребята Это интересный спонсор Если вы вдруг Молоды И не знаете Что такое Юпорн Я сомневаюсь Что кто-то из наших зрителей Не знает Что такое Юпорн Вот как-то Типа их рекламить Реально Ну официальные Спонсора этой команды Ну Юпорн Точка ком Вебсайт Артизи Ой Проблема у Артизи Под Под Селеврайджем Конечно Очень неприятно Но ушел все-таки Артур Вроде бы Закрыл шейкер Но как-то Он там пролез Официальный спонсор Команды Юпорн Точка ком Не ну Оно звучит Очень Очень глупо Ну по сути А что У нас же не запрещены Порно сайты Или запрещены Я даже не знаю Мы всегда можем Отговориться Мы Ну типа Это команда Виновата сама Ну сорян Мы то что Ну лол Если Если у чувака Если у чувака Никнейм какой-то Если Ну блин Тур де Франс Есть такая большая Велогонка И она в прошлом году Один из этапов Этой велогонки Стартовал в Бельгии В городе Из трех букв Название Первая Х Последняя Е Ну вот Реально Ну был такой город Ну и как Комментаторам себя вести Ну вот как Здравствуйте Мы в городе Вот в таком И ну что Ну они что Виноваты что ли Что так город называется Прыгает Бульба Хороший Да Но Бульба Это может быть Дорога в один конец Не форснулся И Ну не хватает урона Вот совсем ДС вроде бы И бьют И бьют Но пока Пробить не могут Еще Фиссура Просто вот эта Фиссура На весь экран Артур Будет доволен Ой 437 Проблема у него Бульба прыгнул В стан запрыгнул Ну и вот Сейчас конечно Вот Могут тут Отбрасываться ДС Довольно долго Могут отбрасываться Но Не ну Пока они пережидают Аегис Это хоть что-то Потому что С Аегисом Драться явно Не хочется Так Убили в джо Барак Но это пока Не Не супер страшно Двигаются В мид Ликвиды Боже Там Там Мне только что Скинули видео ЗСМД Из папчика Который катал На пудже Боже Я посмотрел Пару моментов Это рвань Какая-то Да Там Такой Рэндж Матумба Забирает Зомби Забирает Т3 Матумба Хочет дропнуть Свой Аегис И сделает он Это весьма Успешно Разменял его На Т3 Ну и Вот что Артур бегает Гукает По всем Фыркает По всем Выглядит это Прикольно Но Вот мы видим Что надо тратить На него свап Пошли БКБ 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 Слушай Могут DC Могут Могут Артизи Боже Как он больно Делает Артизи Еще одного Убил Продолжает Здесь фыркать Артизи Все под гу Фата Тоже огромные У него проблемы Но Артур Он должен убить Да это минус Артур Без байбека Артизи К сожалению Матумба Мэн Фуловый в драке Он сделал байбек Еще один минус сделали Выкупался конечно Бульба Убивает Тамбу И наверное Упадет Все таки Мидлейн Без Артура Я не знаю Как драться Или как драться DC Я просто не знаю Да У них по сути Все деньги в Артуре Немножечко на клопе И Ну не Ну он много Чего в этой драке сделал То есть Кстати Фата Еще баш По нему Ай Сыр кушает Фата Сорян Бульба Уй-й-й-й Какой ультимейт От Майн контрола И Слушай А Рэндж Эхо слэма Увеличивается По идее Нет Это же Ау-е Да Ну что Падают Бараки Не пишут Пока Гудгейм Ребята Из DC Потому что Тайлер Кук Был жив Ну вот он Умер И Наверное Сейчас Последует Нет Не следует Надпись Вот эти Байбэк Где-то Видно Тауэр Упал Какой-то Хотят Еще Подэфить Но по Деньгам Минус Сторона Минус Пять Героев Минус Два Байбэк Это Очень Большое Преимущество До Лейкедов Не думаю Я Что Тут DC Смогут Как-то Отбиться Ну да Я даже Уверен Что Ничего У них Здесь Не Получится Ну Да Ладно Попробовать Всегда Стоит Что Еще Раз Всем Напомню У вас Уже Немножко Подсобралось Видно Люди Проснулись Боже Уже Десять Утро Киви Ну Нифига Себе Десять Утро Это Только Первая Серия Идет Сейчас Каспер Проснется Скажет Блин Что Вообще Происходит Я В эфир Должен Пойти Каспер Сейчас Проснется И скажет Первый Матч Закончился И Будет Недоволен Да Я вот смотрю Аганим На самом деле Крутой Конечно Да Аганим Действительно Неплох Единственное Что Проблема В том Что Артизи Тут Мейн Кэрри Наверное Да Потому что Ну Нет И вот Мейн Кэрри Собирать Аганим Наверное Не то Что бы Хотелось Если бы Это был Какой-то Оффлейновый Бристлбэк А в команде Был еще Какой-то Дэмэдж Дилер Но это Было бы Очень Круто Потому что Ну Блин Вот эти Гу Когда на всех Висят Ну Это Прям Очень Неприятно Как бы Минус 2.2 Морлоса За стак И Это Это Очень Неплохо 400 Как Гу Можно Навешать Ну Блин Норм На всех Да Ну Вот Непонятно Ты кидаешь Гу На всех Да И Какой Герой По сути По всем Бьет Ну Гирокоптер Первое Что в голову Приходит Вот Если Гирокоптер В это Все Лупит Это На самом Деле Типа Пипец Урона Будет Медузу Сейчас Не Берут Бро Рейнджер С Аганимом Тоже Она Там Такая Причем Ты знаешь Как у нее Сплитшот Работает Я Не Понял У нее Типа Летит Тычка В одного Героя Из этого Героя В двух Других Вылетает А Я Путит Какой Ну Не Как раньше Работала Палка Вд Или Сейчас Она Так Работает Да Палка Вд С Аганимом Как То Так Не Ну Это Кстати Интересное Изменение Именно Интересное Интересное Добавит Лето Дровки Какой То Мощь Ой 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 Что Происходит Что Происходит Где Уже Бараки Упали Просто Матумба Пришел Забрал Т3 Барак За Секунду И все Стали Ушли Бульба В Хигсе Бульбе Очень больно Джерекс На него Вкатился Валрус Панч Бульба У меня В воздухе Завис И упал Мертвый Уже Все Мега Крипы Там Шейкер Ворвался В Артизи Ну Это Минус Артизи Это Гудгейм Веселая Игра Была Не скажу Что Скучно Если бы Не первая Игра И Сикстиль Арт Пауз Было бы Наверное Как-то Повеселее Но В любом Случа Произошло Все Как Как И Надо 1-1 1-1 Сейчас Я В Титровалочку У меня Здесь Очень Крутая Титровалочка Которой Я Умею Заниматься Статистика Все дела Кто Сколько Дэмиджа Нанес Кстати Я Сейчас Даже Посмотрю Кто Сколько Дэмиджа Нанес Потому Что Мне Интересно Сколько Дэмиджа Нанес От Изи От Изи В этой Игре Сколько Дэмиджа Нанес Так Мне Нужен Айдишник Этого Матча Вот Я Вижу Айдишник Этого Матча Вы Его Тоже Видите Кстати За 200 Миллионов Уже Он Переканал 198 199 Долго Был Счет У нас 1-1 И Я Хочу Посмотреть Статистику Где Статистика Покажите Как Это Как Это Сделать Так Game 2 Дэмидж Так Вот Game Stats Ну Покажи Мне Покажи Мне Покажи Покажи Статистику Мне 37 1000 30 1700 Нанес Матумба 27 900 Нанес Фата 19 500 Майн Контрол 17 1000 Нанес Сортизи Ну В принципе Нормально А меньше Всех Нанес У нас Куроки На Виспе Понятное Дело 3,8 Тысяч Вот Так Так Дальше Мы будем Смотреть Альянс Против DC С вами Я думаю Пауза Будет Где-то Минут 20 Приблизительно Приблизительно Я в этом На 100% Не уверен Но Думаю Вряд ли Меньше Альянс Диджитал Хаус На первом Стриме Ты Ты еще Спать не Идешь Ты еще По комиссии Я уже Спать не пойду Но я уже Дальше Не смогу Комментировать С тобой К сожалению Я пойду Сейчас Кого-то Еще Найду Себя Спасибо Спасибо тебе Что с утра Присоединился Давай Хорошего дня Хорошего дня Это был ФНГ ФНГ Ушел Отдыхать Ну а мы С вами Уходим На паузу И через 20 минут Возвращаемся На матч Alliance Versus Digital Хаос Никуда Не уходите Еще целых 10 Матчей Сегодня смотреть Скоро вернемся Возвращаемся